всем привет друзья мои и подружки с вами как всегда фаниль и вы попали на мой канал сделано в деревне что же показать вам в этом ролике очередная неделя вот пролетела буквально за пару секунд я даже не заметил потому что постоянно на работе на работе как знаете время летит вообще очень быстро там работаем то тут то сям везде везде потихоньку снимаю но законченных материалов толком и нету из-за этого даже не знаю что показать вам сегодня но я знаю что вы ждете ждете вторника вот и вторник но я снимаю сегодня вот воскресенье но для вас это будет вторник так давненько мы начали ну не начали давненько мы делали ворота одному человеку я вот то ли забыл то ли не знаю не успел вам показать вот как раз пришло время показать вам получились такие довольно красивые ворота думаю вам понравится но и процесс работы и как мы устанавливали ворота и какие получились ворота вы увидели в этом ролике приятного всем просмотра поехали сделали вот такие кольца из полнотельного профиля 10 миллиметров в этот раз каркас ворот собрали из профилей 40 на 20 миллиметров а где будут шарниры там 40 на 40 и уже потихоньку начнем делать узоры делать будем из профилей 15 на 15 сначала вот таким образом прокатываем профиль чтобы было легче гнуть многие спрашивают прямой ли у вас получается профиль после проката нет она искривляется как и у всех наверное вот таким образом руками просто выравниваем из-за некоторых особенностей нашего станка мы делаем вот такие насечки из двух сторон нашего прокатанного профиля потому что в некоторых случаях станок цепляет неправильно и получается кривые узоры вот таким способом мы решаем эту проблему приходится делать вот такие насечки на всех заготовках на всех профилях которые надо будет загибать теперь в горн и станок будем делать гусиные лапки вот такие вот гусиные лапочки у нас произошел небольшой чп оторвался болт на станке который держит вот этот элемент сейчас покажу как мы его будем вытаскивать в лайфхак от дяди сварчика ну ладно проблема no problem друзья продолжаем делать ворота начали уже лепить узоры собираем в общем вот друзья потихоньку продвигаемся вперед весь процесс не успеваю снимать ну такого уже у меня на канале полно можете посмотреть другие ролики уже вот закончили ставить узоры сейчас дальше уже начнем делать такие пики но будем разделять вот вот такие полоски будешь на воротах один из пик будет будем делать там наверху будет пика ну-ка наконечник кончик в общем увидите дальше будем делать из вот таких профилей 15 на 15 потому что он дешевле чем полнотелый 10 на 10 стараемся делать подешевле люди просили чтобы было дешево но красиво как обычно ладно пойду покушаю потом продолжим ну вот друзья силуэт ворот готова это конечно задняя сторона но все же думаю вам уже понятней что и как получается еще вон там надо сделать корону а сейчас будем делать замок вот сюда ну который будет держать ворота закрывать а вот и рисунок будущей короны что-то наподобие вот этого будем делать отец уехал за красками там за материалами ворота почти доделаны пока буду кушать яблоки на досуге вот они наши яблоки я вам уже тысячи раз показывал они огромные камера не передает наверно вот ну вот такого размера это не антоновка не знаю как называется сорт но они вкусные тут гнилой висит надо убрать некоторые гниют или прямо на дереве один есть горячий только что из печки из духовки корона веер после тяжелой работы нужно нормально покушать пошли гнилой висит Ах, шанга была очень вкусная, но надо работать дальше. Продолжаем делать наши ворота. Ставим корону прямо в центр калитки. Вот так вот выглядит. Друзья, сегодня отличная погода. Похоже, у нас начинается бабье лето. Тем временем я начну покраску. Как раз погода как раз для этого. Буду красить ворота, как обычно, грунтовкой, потом краской. В общем, вы видите. Ну вот, друзья, и покраска идет своим ходом. Загрунтовал вот калитку и одну из ворот с одной стороны. Еще надо другую сторону. Еще другая половина этих ворот тоже надо покрасить. Сегодня я буду грунтовать и, как успею, уже буду красить черным светом. Многие спрашивают, какой краской красишь. Крашу вот такой краской в этот раз. Стоит вот. Ну вот, друзья, покрасил черный свет. Вот так вот пока выглядит. Еще не высохло. Завтра буду докрашивать. Еще много еще надо красить. На сегодня уже все. Уже холодно, видите. Даже пар изо рта идет. На сегодня округляюсь. Ладно, увидимся завтра. Завтра уже, надеюсь, уже покажу вам готовый результат. Но не готовый. Еще туда просносил. Надо будет подкрутить там сзади. А пока вот так вот. Закончили делать ворота. Осталось только прикрутить профлисты. Вот, давайте покажу. Если вот заказчик одобрит, сейчас отправим ему фотку. Если одобрит, то отправим ему. И будем устанавливать, наверное, тоже сами. Перенесли на другое место, чтобы лучше было видно. Давайте посмотрим. Вот так будет выглядеть в синем фоне. А заказчик почему-то хочет белый. Посмотрим, что будет. Ну вот, друзья, вот такие ворота у нас получаются. Думаю, вы уже заметили, что и как там. Ну, силуэт такой. Довольно красиво. Мне лично нравится. В этот раз, наконец-то, сделали как патина. Потому что в нашей местности люди не любят патину. Они хотят, чтобы все было в золоте. Прямо, прям золото в золото. В этот раз вот сделали как патина. Такая, ну, густая патина. Все равно побольше золота, конечно. Ну, вы, наверное, заметили. Камера вряд ли, конечно, передаст. Но я постарался. Что еще сказать? Давайте продолжим. Посмотрим установку ворот. Это тоже непростая работа. Это просто люди могут подумать. Там поехали, повесили на шарнире, уехали. Нет. Там очень много работ. Надо выравнивать столбы, если они есть. Если нет, надо посадить их, поставить, укрепить. Что, как там. Всегда по-разному. В этот раз вот тоже стояли столбы. Надо будет их выравнивать. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Все, ворота уехала в Актанэш. И мы тоже. Приехали. Та-дам. Вот тут будет наши ворота. Старые ворота за борт. Убрали. Сейчас убираем калитку. И начнем чистить столбы. И выпрямлять. А это местный барон. Вышел проверять, что же мы тут делаем. И оценивать качество работы. Тем временем мы начали чистить столбы. И будем их потихоньку выравнивать. Например, вот этот столб. Вот, посмотрите. Примерно 4-5 сантиметра наклонился в сторону дороги. И еще один сантиметр в сторону дома. Примерно 4-4 сантиметра. Примерно 4-5 сантиметра. Аккуратно 4-5 сантиметр в сторону. И прощаем. И так далее. Можно чистить столбы. модель топор чистка краски и вот такая штучка кошмарный инструмент появляется синяя краска хрен от деревьев прирост к трубе сейчас будем выпрямлять вот эту трубу как всегда вот так снизу отрезаем кусочек вот здесь как кусок арбуза да клин убираем и будем заебать в эту сторону потому что труба уклон 5 сантиметров примерно вот сюда надо выпрямить и туда еще сантиметр арбуз выразили снизу небольшой клин теперь вот с отцом придерживаем в уровень а дядя сварчик варит и вот что у нас получается наконец-то выровняли все столбы и уже ставим ворота привезли прав мастил начинаем резать и обшивать ворота дядя сварщик варит шарниры верхняя часть столбов тоже неровные выравниваю с помощью болгарки наступила ночь мы все еще работаем в общем друзья работали допоздна и вот что у нас получилось ребята закончили работу очень поздно ночью вот видите не получилось снимать короче приеду как нибудь как нибудь приеду и покажу вам там и штукан я ну вот друзья и этот ролик подошел концу как видите я все-таки не смог поехать и отснять готовый результат при дневном свете все еще всегда в работе на работе то есть не успеваю нам никак не могу поехать в октаныш и снять вам вот этот эпизод но все же пришлось выложить этот ролик в сыром виде потому что я знаю что вы ждете вы постоянно мне пишите там вторник когда приближается уже некоторые начинают писать где новый ролик туда сюда я хочу вот успевать хотя бы раз в неделю иногда вот балую вас там пару раз в неделю получается вот в этот раз вот так вот но вы не огорчайтесь думаю в дальнейшем будут такие работы такие ворота даже лучше вот как раз зимой у нас намещается еще одна работенка есть заказ на еще еще на дни ворота будем делать для своих родных это пока секрет потом скажу кому будем делать будут такие довольно красивые ворота уже наброски есть чтобы не пропустить ролики подпишитесь на канал если не подписаны и нажмите на тот самый колокольчик который будет вам напоминать о моих новых роликах и конечно же ставьте лайки если ролик вам понравился сейчас многие начнут там все время напоминаешь там лайки там подписка то все это не просто так youtube сам рекомендует мне ну автором напоминать своим подписчикам чтобы они подписались писали комментарии потому что люди просто забывают про это они смотрят ролик потом бас ролик заканчивается они переключаются на другой ролик и забывает нажимать на лайки так что давайте там не забывайте нажмите думаю вам будет несложно мне будет очень приятно и ролик будет раскручивается лучше это думаю никому не секрет ну и наверно на этом все как всегда желаю всем здоровья я личного настроения увидимся на следующем видео всем пока и 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 Попарай на мастер, мастер! Рутер эле, рутер эле!